Жизнь человека и его здоровье являются нематериальными благами каждого гражданина, но при нанесении здоровью вреда могут наступить и финансовые убытки, а любой имущественный вред должен быть компенсирован виновным лицом. Давайте выясним, как и с кого может быть получена компенсация причиненного вреда здоровью в 2020 году. Понятие вреда, нанесенного здоровью гражданина. Вред, который был причинен здоровью гражданина, это нарушение функционирования тканей и органов, а также анатомической целостности из-за воздействия на организм психических, биологических, химических и физических факторов внешней среды. Читайте также статью «Компенсация вреда при ДТП». Как классифицируется вред, нанесенный здоровью человека? Несмотря на то, что вред наносится здоровью, которое расценивается как нематериальное благо, этот вред выражается в двух формах. В имущественном виде, когда есть возможность точно оценить вред, в моральном виде, когда человек пытается взыскать компенсацию за перенесенные им страдания, физические или нравственные. Обозначить размер компенсации морального вреда всегда сложно. Суд оценивает наличие вины обвиняемого лица, степень вины нарушителя, степень перенесенных нравственных и физических страданий потерпевшего, особенности характера и восприятие происшествий потерпевшим лицом. Читайте также статью «Компенсация морального вреда потребителю». В каком размере назначается компенсация причиненного вреда здоровью? Пострадавшее лицо, здоровье которого было ухудшено, может требовать компенсации вреда на основании двух моментов, если человек понес финансовые убытки в связи с необходимостью оплаты лечения, долечивания, оздоровления, лекарств и медицинских приспособлений для восстановления своего здоровья и самочувствия, если человек из-за причинения вреда его здоровью не мог выйти на работу или утратил возможность вернуться к выполнению должностных обязанностей и работе. С той же нагрузкой, а значит и получать привычный для него доход. Если имеется виновное лицо, действия которого привели к причинению вреда здоровью другого человека, он должен будет компенсировать упущенный пострадавшим лицом доход, который он получил бы, если бы не травмы, увечья или заболевания. Затраты, которые не возникли бы, если бы не был нанесен вред здоровью, могут быть связаны с оплатой лечебных процедур, специального питания, медикаментов, протезов, помощи сиделки, путевок в санаторий, специализированных средств передвижения. Обучение новой профессии. Если потерпевший имеет право на бесплатное лечение, протезирование и т.д. благодаря, например, принадлежности к льготной категории граждан, то эти пункты не компенсируются виновным в причинении вреда здоровью лицом. В каком размере назначается компенсация причиненного вреда здоровью в случае с несовершеннолетними гражданами? Если вред здоровью был причинен малолетнему до 14 лет или несовершеннолетнему до 18 лет ребенку, размер компенсации определяется по следующим правилам. Детям до 14 лет, которые не работают, компенсируются все затраты, связанные С полученной травмой или заболеванием Дети в возрасте 14 лет, от 14 до 18 лет, которые нетрудоустроены, вправе претендовать на компенсацию затрат, которые возникли из-за нанесенного здоровью вреда, компенсацию вреда, который стал причиной уменьшения или полной утраты трудоспособности. Возмещение выплачивается регулярно в размере федерального прожиточного минимума. Дети 14-18 лет, трудоустроенные, получат от виновного лица компенсацию в размере утраченного дохода несовершеннолетнего, но не меньше федерального прожиточного минимума. Считайте также статью «Компенсация материального ущерба», когда компенсация причиненного вреда здоровью будет назначена даже при отсутствии вины. Чтобы доказать, что обвиняемый причастен к причинению вреда здоровью, истец должен доказать, что имеет место вред здоровью, что ответчик совершал противоправные действия, что именно противоправные действия ответчика привели к наступлению. Вреда здоровью. Если ответчик не сумеет доказать, что не имеет отношения к причинению вреда, он будет компенсировать расходы истца. Но в некоторых случаях закон обязывает ответчика выплачивать компенсацию, даже если невиновен, если физические или юридические лица имеют дело с предметами повышенной опасности, как автомобиль, например, и человеку был причинен вред. Источником повышенной опасности от выплаты компенсации можно освободиться, если будет доказано наличие злого умысла пострадавшего или обстоятельства непреодолимой силы, если здоровье пострадало от некачественного товара или... Занимается постановкой на учет нового автомобиля. Обращается в страховую компанию за заключением договора. Подписывает договор автокредитования. Дожидается, пока деньги будут направлены продавцу транспорта. Пользуется новым транспортным средством на свое усмотрение. Читайте также статью, какие преимущества дает программа «Русский тягач» в 2020 году. Какие понадобятся документы для участия в программе «Свое дело»? Основными документами, которые потребует банк, участвующий в программе субсидирования покупки автомобилей для бизнеса, являются удостоверение личности заявителя, водительские права категории, соответствующие приобретаемому. Транспорту, справки о доходах по форме 2 НДФЛ, для юридических лиц налоговой отчетности об отчислениях в бюджет, выписка из Йогри пьегрила регистрации в качестве субъекта малого или среднего бизнеса. Читайте также статью, какие преимущества дает программа «Русский фермер» в 2020 году. Экспертное мнение к вопросу о том, в каком банке оформить лизинговый договор. Финансовые аналитики утверждают, что в настоящее время самые выгодные условия приобретения автомобиля с государственной поддержкой предлагают следующие банки. Банк размер скидки по авансовому платежу, срок договора, минимальный взнос. Условия Европлан Лизинг 12,5% от 13 мес. 10% максимальный размер субсидии 500 тысяч рублей на один объект договора, год выпуска авто предшествующий или текущий. ВТБ Лизинг 10% от 13 мес. 10% срок действия лизингового договора зависят от типа транспорта. Киа Лизинг 8%, 6,36 мес. 0% условия для физлиц и юрлиц различны. Законодательные акты по теме. Постановление правительства РФ от 16 апреля 2015 года номер 364 регулирования действия программы «Свое дело» постановление правительства от 7 июля 2017 года номер 808 изменения в условиях участия в программе льготного лизинга «Типичные ошибки». Ошибка. Юридическое лицо намеревается указать в договоре лизинга два транспортных средства по программе «Свое дело», чтобы получить скидку при покупке обоих автомобилей. Комментарий. В договоре лизинга может быть указан только один объект соглашения. Ошибка. Можно ли получить скидку в размере 1 миллион рублей при покупке автомобиля для бизнеса в рамках программы «Свое дело»? Комментарий. Нет. Максимальная сумма скидки составляет 650 тысяч рублей. Ответы на распространенные вопросы. Вопрос номер один. Могу ли я когда-либо снова воспользоваться преимуществами программы государственной поддержки при покупке автомобиля? Например, льготным автокредитованием. Ответ – да, но покупать автомобиль по госпрограммам разрешается. Не чаще одного раза в течение календарного года. Вопрос номер два. Любое ли транспортное средство отечественного производства можно приобрести в лизинг по программе господдержки «Свое дело»? Ответ – нет. Существует закрытый перечень моделей российских марок автомобилей, которые с течением времени пополняются. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока.